команда односельной системы экономики 1991 году таджикистан как и другие страны ссср объявил 8 постели прогласил себя страной стремящейся созданию рыночной экономики как известно реформирование национальной экономии таджикистане затруднялось в связи с политической и экономической нестабильностью гарантии развития предпринимательской деятельности закреплены в конституционных основах как согласно статье 12 конституции республики таджикистан государство гарантирует свободу экономической предпринимательской деятельности равноправие и правовую защиту всех форм собственности в том числе и частной вместе с этим были заложены правовые основы развитию малого предпринимательства в стране очевидно что развитие малого предпринимательства создает основу стабильного гражданского общества от его развития зависит благосостояние населения оно в определенной степени обеспечит продовольственную безопасность что немаловажное значение имеет на во многих странах в том числе и для республики таджикистан правое регулирование малого предпринимательства в таджикистане охватывает ряд нормативно-правовых актов законов в которых закреплены нормы для свободного осуществления предпринимательской деятельности так как предусматривается законе республики таджикистан о государственной защите и поддержке предпринимательства от 2014 года регулируется общественное отношение связано с государственной защитой поддержкой и развитием предпринимательства таджикистане и обеспечивают государственную гарантию деятельности субъектов предпринимательства насыщение продовольственных товаров на рынке по многому зависит от нормального правового регулирования развития малого предпринимательства свидетельством такого положения выступают многие принятые нормативно права акции в стране сравнительно правой анализ законодательства республики таджикистан и более прогрессивное законодательство российской федерации позволяет сделать некоторые выводы что в российские федерации принят и совершенствован федеральный закон от 2002 года о развитии малого и среднего предпринимательства в российской федерации как одним из основных целей государственной политики в области развития малого предпринимательства и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике российских федераций в свете правового обеспечения малого предпринимательства и соответствия обеспечения продовольственной безопасности В Республике Таджикистан также был принят закон о продовольственной безопасности. Законом определены направления государственной политики в обеспечении продовольственной безопасности как составной части безопасности государства в соответствии с общепризнанными международными принципами и нормами. Следует отметить, что продовольственная безопасность и независимость обеспечиваются комплексом мер, предпринимаемых органами государственной власти, направленных на создание гарантии доступности продовольствия населения по оптимальным нормам потребления, которые основываются на их наличии преимущественно за счет собственного производства. Наряду с этим в современных условиях одним из основных сфер правового регулирования и развития малого предпринимательства на рынке является проблема обеспечения продовольственной безопасности, как в Республике Таджикистан, так и в Российской Федерации. Обеспечение продовольственной безопасности является одним из основных задач национальной стратегии государства. В связи с этим, президент Республики Таджикистан Эмамир Ахмон в своем послании от 2018 года указывает, что все свои ресурсы, возможности и стремления направлены на выполнение предусмотренных трехмя национальными стратегическими целями. Первое. Обеспечение энергетической. Второе. Выход из коммуникационной изоляции и защита продовольственной безопасности. И с этой целью для достижения государства поставленных целей уделяется особое внимание и проделывается многое. В этой сфере интересным является положение содержащихся доктринальных целей Российской Федерации. Доктринка обеспечения безопасности Российской Федерации, которая указана указом президента Российской Федерации номером 120 от 30 января 2010 года. По результатам сравнительного анализа данной доктрины и ряда положений государственных документов можно прийти к тому выводу, что если стратегическая цель России является быть не державой, а в сфере продовольственной безопасности, то для Республики Таджикистан в этом направлении считается целесообразным Первое. Изучать и перенять прогрессивные нормы действующего законодательства. Второе. Полноценно обеспечивать население страны необходимыми продуктами, входящими в перечень потребительской корзины. Третье. Разрабатывать доктринальные и стратегические планы на обучение. Четвертое. Создание условий развития, поддержки и стимулирования научного потенциала производственных и сельскохозяйственных комплексов. Реализация мер, предотвращающих утечку высококвалифицированных научных кадров. Пятое. Создание свободной конкурентной среды и участия государства на рынке как производителя. Шестое. Повисить уровень ответственности с учетом прозрачного их функционирования, в том числе гражданской правовой ответственности. Следует отметить, что нынешнее развитие малого предпринимательства и индивидуальной предпринимательской деятельности в Таджикистане соответствует закрепленным конституционным принципам. Действующее законодательство для прогрессивного развития малого предпринимательства в стране считается сформулированным и достойным полностью. Нынешнее правовое регулирование малой предпринимательской деятельности требует принятия конкретных законов, правовых актов, базирующихся на современной теории и сравнительной правоанализе. Так, в Российской Федерации в соответствии предусматриваются критерии определения малого предпринимательства, что для развития сферы этого убедительности все правовые основы отвечают за критерий. Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации регулирует отношения, возникающие между неурлицами и физическими лицами, органами государственной власти, органами местом и самоправленности и развития малого и среднего предпринимательства. Также определяет понятие субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки. Как отмечается, в этой сфере опыт России могла бы принять и Республика Таджикистан, что позволило бы ей создать более благоприятные уровни развития индивидуальной предпринимательской деятельности, малого предпринимательства в целом. Как известно, малое предпринимательство – это активная, инициативная, самостоятельная, инновационная и в значительной мере рискованная деятельность, которая направлена на получение системы экономической прибыли как финансового результата, а следовательно – на удовлетворение потребностей в потребительных товарах и условиях осуществления религиозных репорт. Практика деятельности малого предпринимательства на сегодняшний день свидетельствует о том, что на пути развития этой деятельности имеются многочисленные административные барьеры, включая сложное законодательство непрямого действия, наличие различных подзаконных актов, противоречие между законодательством на государственном и местном уровнях, высокая степень инспектирования и контроля без предварительного оповещения субъектов предпринимательства, большое число различной отчетности и огромное количество контролирующих органов на разных уровнях хозяйствования. В настоящее время малое предпринимательство является активно развивающим сектором в экономике иностранных государств, особенно в развитии стран СНГ. Анализ практики становления в секторах предпринимательства показывает, что в большинстве стран происходит переход от начального этапа к развертыванию и развитию. На данном этапе основное значение имеет активизация интеграции инвестиционной, производственной и инновационной деятельности субъектов предпринимательства, направленной на повышение эффективности и конкурентоспособности. Следует согласиться с мнением ученого о том, что формирование гражданского общества в Республике Таджикистан возможно лишь при условии существования правовых норм, способствующих его развитию. Таким образом, создание на государственном уровне правовых, социально-экономических, финансовых и организационных условий, необходимых для формирования частного сектора экономики страны, развитой инфраструктуры предпринимательства, в частности индивидуальной предпринимательской деятельности, является гарантом обеспечения продовольственной безопасности. Благодарю за внимание. Спасибо, Абахтеревна. Может быть, какие-то вопросы появились? Пожалуйста, Александра Андреевна. Преподаватель кафедры философии Университета нефти и газа Казакова Александра Андреевна. Спасибо за доклад. Слышно? Вопрос. Слышно? Слезку. Если нетрудно повторите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы имеете в виду под малым предпринимательством именно производителей сельскохозяйственной продукции или также и торговлю? Дело в том, что по российскому опыту главным барьером для мелкого бизнеса в сельском хозяйстве являются очень крупные сети ритейла. То есть крупные торговые сети, которые не заинтересованы с малым бизнесом. И таким образом рынок просто на рынке доминирует... Алло. Нас со связью плохо так сказать. Алло. ...корпорации, которые связаны непосредственно с сетевыми магазинами. Звук нас. Нас пройдите, пожалуйста, еще. Ну, нет. Сейчас слышно нашу сторону. Что-то приоритетая связь. Так, приоритетая, как у нас получается. Алло. Сейчас мы в чате напишем, да, вопрос. Вопрос в дикторе. Ах, не имеете в виду? Нет, не имеете в виду. Я под малым предпринимателем, предпринимателем также торговлю. Мое выступление было слышно все? Да, да, да. Ну, да. Как я понял по вопросу, я постараюсь ответить. Дело в том, что в законодательстве Республики Таджикистан именно для прогрессивного регулирования малого предпринимательства, как я уже отметил, уделяется мало внимания. Дело в том, что в Российской Федерации приводится критериями и отрасли деятельностям субъектов малого предпринимательства, так как в Республике Таджикистан именно недостаточность этих форм предпринимательской деятельности приводит к затруднению самой предпринимательской деятельности с субъектами малого предпринимательства. Именно деятельность направлена в сферах развития экономики по отраслям. Вот именно законодатель не определяет именно субъектов малого предпринимательства по определенным критериям. Именно на сегодняшнем этапе в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности возникают многие вопросы именно по развитию субъектов малого предпринимательства. Хотя законами Республики Таджикистан о защите и поддержке предпринимательства Республики Таджикистан охватываются именно многие вопросы. Что связано с развитием субъектов малого предпринимательства, законодатель ограничивает, исходя из суммарных объектами деятельности, от которых и зависит получение прибыли. Именно указание количества там, определение в суммарном выражении приводит к предопониманию в сфере юридической деятельности. Хотели совершить законодательство Республики Таджикистан с перенятием опыта законодательства Российской Федерации. Я правильно ли ответил? По существу ответил и на ваш вопрос. К сожалению, плохая связь. Спасибо. Я уже с вами разговариваю. Спасибо за выступление. Благодарим. Спасибо вам. Мы благодарны за предоставленную вам. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо большое. Спасибо. Всех благ. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. можно начинать презентации нет вы же у нас без презентации выступаете я имею ввиду не нужно потому что я постараюсь в короткий момент сказать какие-то существенные вещи вот смотрите это действительно очень важная тема глобальной риски цифровой эпохи в образе будущего вот мой доклад звучит так человек и робот принцип для Шакюрье Брауна стражи человеческого человека вот тут у меня в докладе две части можно было бы остановиться только в это время на принципе описать принцип Шакюрье Брауна я его опущу предполагая что все-таки кое-что тут известно я расскажу про свой опыт общения с математиками с институтом преподавной математики вот общения с такими людьми где работали академик Сихонов академик Саннацкий Келдыш сам Келдыш его сестра Людмила Келдыш Юрий Майман и другие ну Сергей Павлович Курдеев Курдеев который кончал Курдеев и другие что я вынес из этого общения а я увидел что математики которые занимаются чистой математикой теоретической не только предполагой они являются замечательными творцами в области предполагой математики ну покупались скажем какие вещи рассчитывали как то чтобы самолет избегали трясения и так далее когда они видены значит каким образом это сочеталось так вот сейчас математика со временем теоремы разделилась на две части одни рассчитают что математика все нужно осуществить к манипуляции к работе где значит оперирует математика знаками материальными знаками вот эта область математики она называется точно значит рекурсивным вычислением каждый из нас кто работает на компьютер он имеет дело с этой так сказать цифрин с этими этими тематами есть опасность это нужная область она используется она используется вместо латвана сейчас нужно рассчитывать подъемную силу самолета ракеты и так далее я сам работаю в ракет комплект конструкторские здоровые использовали числительные сетки и так далее это в этом опасность потому что человек вот который только замокается в эту область и смотрит как сейчас эти айфоны он становится в лучшем случае роботом хорошим в худшем случае он становится просто почему потому что эта область замкнута замкнута вещественно материально и нет и человек который улыбен только в эту область он не может выйти даже не не имеет представления что можно за него выйти в другую область что это за другая область а вот эта область так сказать две эти области разделяются чем разделяются определенными символами один символ это цифра неважно как вы ее изобразите значит ведете вы в компьютере в виде ячейки так сказать или вы напишите на доске нямам и так далее это все одно и кожа и все замкнута наверное и другой символ другая значит область где мы можем подчеркнуть выйти за пределы робота и подчеркнуть творческие потенциалы творческие так сказать на самом антиграпии она символизируется числом вот вот когда это стало известно все это стало известно в 1931 году когда Гёдер доказал свои знаменитые теоремы неполноты значит была программа Давида Гильдерта программа математизации обоснования математики вот этим рекурсивным учреждением то есть вести её всю к работе к манипуляции значит с цифрами со знаками и материальными и так далее но не получилось не получилось что там получилось оказалось что математика хотя казалось бы это абстрактная значит аука а этот математический универсум сам как математический универсум это нечто живое которое по принципу Лешетелье сопротивляется и порождает каким образом он сопротивляется оказывается как показалось в Глотове то если вычеркнуть все формулы и сказать принципы индукции вы знаете что принцип индукции это прежде всего принцип порождения чисел и цифры естественно и так далее ну а дальше вот вся эта сфера работает вычислителей значит она и ограничивается принципами индукции и все такое оказывается что когда мы выстраиваем вот по принципу индукции по исходя значит руководствуясь правилами по математической логике и так далее то удивительным образом это математический универсум поскольку цифир это касается тоже математического универсума и всего универсума он сопротивляется в чем выражается это сопротивление оказывается определить правильно построенную формулу является ли она доказуемой истинной это невозможно потому что не существует алгоритма по которому мы могли бы применять формулы и опознать доказуемая она или нет второй момент сопротивления вот этой цифиризации со стороны математического универсума заключается в том что оказывается что если выйти за пределы вот этой всей вещественной цифири и подняться в область числа платоновского мира то можно построить формулу которую нельзя получить в этих рамках эту формулу бедра построил удивительным образом значит угадал ну там соответственно так сказать отрицание рефлексивность отрицание сейчас углублялся теперь опыт моего современного общения с лектами математиками логиками которые не учли не захотели учесть вот этот опыт ну значит и попали в довольно сопротивление положение вы знаете у нас был филос Александр Александрович Зеленов вот он уехал вы знаете как он написал влияющие истории с критиками с сатиристической системы но он претендовал еще на большее он объявил что он ну это доказал великую теорему Ферна и опроверг теорему Гёдов поскольку он был известен как политической сфере такой идеологической западной да то там математики там вот Георгиевская через меня передавали передать ему что что такое нельзя это делать потеряешь лиц это я передавал соображения но он тем не менее наставил и тогда они попросили и оплатили пожалуйста дайте ответ на эти претензии и Крайзов описал таким образом что это очень так сказать драматическое явление и у меня жаль этого человека но все его результаты относятся к области тематологии тематологии наук огромности но даже сейчас находятся такие люди тоже один казусный момент скажем так которые опровергают теоремы бедра то ко мне обратились например математики философы ну что это такое если это так то это события науки и так далее я аккуратненько написал он звонил сюда то там есть книги и так далее и статью эту опубликовали но с учетом того что он значит что я согласился что он даст опровержение автору они опубликовали статью но дальше что делаете это значит взяли и все статьи этого номера выбросили из интернета то есть предыдущих и последующих журналов все статьи выносятся в интернет а это выбросили и сделали таким образом что оставили только аннотации ну и так далее где для аннотации там ну такая рубль там обзывает этим неопорфиросом или что-то такое ну вот такого рода значит вот еще заканчиваем хочу сказать что мой учитель науке правда не был формально омальным руководителем диссертации но был учителем настоящим разным он говорил так будьте внимательны и осторожны относитесь уважением к фактам науки да это не значит что перед фактом науки надо так сказать дорожать так сказать побояться что-нибудь там покритиковаться и так далее но прежде всего надо разобраться и философ который будет работать в области анализа на земле научного творчества и так далее и так далее и так далее после философии выразилось так сказать начальное умственное нужно относиться внимательно и еще один момент по Ивана Александровича Ягрина вы знаете он коснулся одного момента что я работаю психически и физически всегда вижу некий двумковческий потенциал вот как хозяйка подходит к розетке и тыкает венку и у нее скажем пылесос заработает потому что есть напряжение между ними отнош электрическое напряжение дает работу так вот Ивана определил этот потенциал для творческой работы русского и физикой математики он определен так что это напряжение между зрениями то есть напряжение может если говорить точнее напряжение ображаться более прозаическим научным языком это напряжение между реальностью имперической и идеальной идеальной она началом которого начало его эти идеальные учения положил платон вот это напряжение между империей между теперь опять же и число математическим универсием вот это есть источник наших открытий если мы прислушиваемся ну тут еще конечно входит сюда работа со своими временем с тем чтобы использовать его ресурс временной сейчас это делается временной ресурс был открыт нашим соотечественным временем Николаевичем не показал как буквально использовать должную производственную деятельность вот примерно так вот если полосы что нести простой надо сказать тематики то можно два вопроса я вам первый вот в этом размеживании между математикой цифрой и математикой числа где находится логицизм в математике я имею в виду там Фредди фрега это фрега это фрега это это работа бобёра где находится разбеживание значит разбеживание находится между булевой алгебой которая лежит в основе классической логики и новой логикой которая вошла сейчас она называется комплиментарной логикой это логика такая которая классическая логика дополнилась квантовой логикой квантовая логика это очень любопытная вещь она на чем основана что если классическая логика оперирует числом множеством да множество там множество там множество пресечения там объединения и так далее и работает с числом то логика работает с оператором оператор у нее первичен а число вторичное вот здесь вот на этой грани которая разъединяет и одновременно соединяет две логики и лежит эта грань между небом и землей потому что та логика которая оперирует квантовая механика она вводит вечно мистическое вот как раньше предполагали мнимое число без них невозможно вообще изобразить мир физический мир панковых явлений микрочистить и так далее вот примерно если так вот коротко и второй вопрос как по вашему мнению насколько разработан математический аппарат семантической теории у меня это такое вы знаете насколько я знаю многие увлекаются и у нас вот и так далее но среди физиков как таковых он не вообще не хотелось бы сказать несуществуемым на него нет ссылок и никто не принимает его открытия никакие вот у нас в социальных науках и в экономике чрезвычайное есть очарование именно кстати потому что он вводит стрелу времени не только ну радио подъем филокосуму мне пригоден вроде как саму физику вводят разные процессуальные идеи разные и поэтому социологи экономисты особенно макроистория занимаются с удовольствием следует но у меня было подобрение что действительно не не абсолютно значит вот его подруга она действительно некоторые вещи как бы это нащупала и неинтересно сам он не интересен внуках какой-то чрезвычай сейчас он вообще так сказать дикотируется почему потому что потому что он оперирует стрелой энтропии в другое время а сейчас значит вот на столах буквально стоят такие приборы которые показывают что можно изучать изучаются процессы с обратным течением времени антиэнтропии вот скажем когда физик замечает что тепло переходит от менее горячего тела более горячим пожалуйста это один способ доказать обратное течение времени хотя в планковой механике там есть более другие способы которые используются буквально экспериментально поэтому все это отпадает и вот использовать этот способ нашей экономической деятельности нашей научной деятельности это интереснейшая вещь сейчас вы можете прочитать как это делаем только что опубликована моя статья в журнале есть такой журнал замечательный журнал пеносовская школа вот там об этом временном ресурсе нашей работе насколько можно доходчиво популярно описано что удивительно что вот эта любовь ко времени призыв с ним соединиться любить его и привлекать свою сторону было еще показано муравью до того как было создана потому что в 30-м году его уже был насы так что в этом можно посмотреть все и буквально попытаться использовать свою работу то о чем вы рассказывали применимо только к математическому универсу или это можно распространить на любые другие сферы человеческого населения в том числе на политику на на экономику на социальную сферу то есть этот принцип работает без так сказать не выборочно а универсально я на медицину в том числе а у меня вот в этом же направлении вокруг собственно и может быть универсальные специалисты и если это универсальные принципы то можно ли его использовать в более практичном варианте в цифровых технологиях на которые сейчас стремление такое и отрыв отрыв реальной человеческой реального человеческого бытия да природного бытия и того мира о котором вы говорите на самом деле не буду распространяться но это очень похоже на платоновское троемирие вот то что уже описано в других терминах это неважно так можно ли каким-то образом со стороны науки описать цифровую технологию чтобы она не как скажем не окончательно и радикально трансформировала человека потому что процесс уже начался он уже есть так глобальное продолжение ну буду очень коротко говорить что если иметь ввиду технические же средства преодоления ну то что делают физики то этим средством является квантовый компьютер потому что квантовый компьютер работает совершенно по-другому он работает с этим выходит в области этого числового мира и конечно ну что мы можем делать мы сейчас я сейчас не могу сказать как где купить и поставить на стол компьютер но идеология квантового компьютера она разработана и очень важно с ней познакомиться помимо ну помимо еще сами понимаете воспитательной работы в школах в семьях и так далее каким-то образом надо отвлечь человека вот от этого выщипывания как это сделать я думаю что это очень важно понимаете вот смотреть на звуковую звучащую историю вот выходить к людям с человеческим голосом потому что как только мы слышим преобразованный цифирный голос сейчас вы понимаете мы же не слышим этого человека за этим голосом стоит набор цифр цифр чисел цифры цифры стоят все понимаете и поэтому очень важно вот сейчас вводят уже на грани медленно этих чиков сами понимают уже велеснеют с ним сняли что мы можем сделать в этом случае мы можем только выходить к людям и вещать им потому что да конечно использовать надо и компьютеры и интернет и все так само собой но это только этими средствами мы ничего не можем нам надо обладевать улицы выходить по улице разъяснять людям и чем человек более проник вот этой связи с этим небом и так далее тем он покажется убедительным даже тех кто не совсем демокрован можно еще вопрос вы употребляете такое словосочетание часто математическим универсумом мне интересно все таки вы его используете как такое словосочетание может быть анонимичное понятие математическое реальное или это такая может быть мировоззренческая парадигма идущая еще математическая погореста что все число когда вы говорите математическим универсумом что вы понимаете это математическая реальность объективная математическая реальность это тот аспект мира мы живем в двух аспектах с одной стороны это эмпирическая реальность которая дает все чувствам восприятия с того времени и так далее по летнюю по батюшу а с другой стороны объективная математическая реальность меня все насмущает объективная математическая реальность техническая реальность объективно существующая но созданная человеком субъективность там все равно присутствует Меня смущает всегда вот это отгораживание, да, объективное и реальное. Ну, человек созданный, это определенная целесообразность создания, значит, существуют уже какие-то некоторые заданные цели, заданные человеком. Совершенно верно. То есть, почему мы не говорим о том, что есть цели, целеполагания и внедрение этих технологий, которые сейчас, ну, кто-то вообще как бы остро воспринимает всю эту цифру, но это же мы делаем. Сказать, Ольга Михайловна, что это объективная реальность, не совсем объективная. Ну, совершенно верно. Надо выделить, а каковы цели? Можно использовать эти данные, в экономии, в политике уже используются, в социологии, в науках, да, но с какой целью? Почему цели не определяются? Почему мы так открыто не можем сказать, что, господа, цифровая технология, ну, а основная цель какая? Получение прибыли. Ну, в общем, да. То есть, вариантов нет на рубле. Конечно. Ну, вот смотрите, сейчас, значит, это бумажный рубль, там, или доллар, будет заменен на цифру. И все. Уже к этому уйдет, потому что, ну, сейчас количество долларов, там, такое количество, что нужно весь земной шаг по одной бумажке, так сказать, покрыть весь земной шаг. Гляньте, еще на цифру или на число? Да, цифра, число, это проблема. На что вы умеете? Нет, доллар. На что мы умеем? Ну, на цифру, конечно. Понятно, на цифру. Ну, в компьютере будет цифра. Ну, в компьютере-то будет цифра, но за этим будет стоять какой-то совершенно конкретный смысл. Ну, смысл, вот это, вы понимаете, смысл, вот это, вы понимаете, смысл коммерческий. Гораздо больше, чем просто экономическое. Нет, и, конечно, мировое господство. А это уже смысл? Да, конечно. Это уже смысл? Понятно. Мне далее, как сегодня, прозвучало, что США, Китаю и... Вот про нас я не услышала. Может быть, даже мы, Трамп призывает собраться и обсудить вопрос о сокращении бюджета на военные все проекты. Ну, может, еще когда-то определим, что мы Африки и России не позволим отказаться от продуктов гуманой. Я прямо где-то запрещал даже специально. Ну, вот это есть еще один, конечно, момент и последний. Момент вот такого рода. Есть такой итальянский ученый сфорца, он не изучает языки. У нас есть отдел молекулярной биологии при Курчатовском институте. Там работает такая... Вот я в одной статье ссылаюсь на эти работы. Что там было доказано? Ну, это был... Это полузакрытый такой отдел. Они принимаются... Они принимаются... Изучением воспространения СПИДа и так далее. Но это другие вопросы. Оказывается, что человеческая речь, язык и генотип человека находятся в определенной крыляции. И если меняется язык, под каким-то напором, под какой-то программой меняют и так далее, при завоевании и так далее, меняется генотип человека. То есть, если мы хотим сохранить свой этнический генотип, мы должны следить тщательно за тем, чтобы не меняли наш язык, как это делается сейчас. Сейчас вы его посмотрите на телевидение. Любая пигалица, которая вещает, она произносит выступательное предложение, не высвязательно. Но голос она тут с визуом повышает. Потому что это модно. Это английский язык. Один из маленьких моментов, когда пытаются изуродовать язык, перевести его на бэйсик, бэйсик и валют-пук позволят, так сказать, превратить людей в русскоязычных, бэйсик и валют-пук позволят собирать народу. А больше ничего не надо. Что такое? Поэтому очень надо тщательно следить. И при воспитании детей, это опять связано с аббатизацией и так далее. Нужно пользоваться языком Кушкина, языком Курбенина и так далее. И других наших удающихся деятелей. У нас далеко уйдет. Вчера у нас одно наступление по вопросам мотивации в образовательном процессе. Мы, собственно, сейчас находимся в той ситуации, когда мы уже перешли к премии или нет? Как вы думаете? По-моему, перешли. По-моему, перешли. По-моему, я так понимаю, что перешли. Да. В той ситуации, когда уже молодое покровение изменилось. И основной вопрос в мотивации при общении к языку Кушкина, да, с одной стороны, к знаниям научным и к центру с другой стороны, но именно к знаниям, а не к вот этим формализованным каким-то вещам, которые фиксируют знания, а его как такового нет. И вопрос очень и очень серьезный, он выходит, собственно, на то, что Леонид Григорьевич сейчас декларировал, а для того, чтобы эта мотивация сработала, нужен живой человек. Это да, но вот насчет языка, не получится ли так, что возникнет резкий разрыв поколений? Могут ли, вот наши молодые уже сейчас, могут ли или хотят они говорить языком Кушкина? Прошло 20 лет, и они говорят... А можно, по-моему, не у нас в жизни? Нет, по-моему, не у нас в жизни. Мы с вами говорим. Мы с вами говорим. Мы с вами говорим. Там очень много чего здесь понятно. Я имею в виду времена. Об этом и речь. Если мы будем говорить с ними языком Кушкина, не возникнет ли у нас, вернее, не усилится ли отчуждение? Можно пойти поговорить с подрастающими поколениями? Демократно, да. Вот против, да. У языка-то уже есть свои закономерности развития. Он не повернется назад. Как бы вы не хотели это? Я об этом и говорю. Можно ли сейчас использовать? Языком Кушкина вы говорите много. Вот. Особенно молодым. Битых молодым. Это... Это перевел звук. Извините, пожалуйста, но по моим ощущениям, дети прекрасные с удовольствием читают язык даже не только Кушкина, но и Аристотеля, Хлатона, переведенный нашими языками, классическими переводчиками, голосами и так далее. И прекрасно они на все способны. Просто дадим ли мы им время на возможность выбора между ними? Читает они еще. Читает они еще. Читает они с удовольствием. Нужно говорить, что они же с удовольствием. Читает они еще. Читает они еще. Читает они с удовольствием. Эти уколовы. Понимаете? А грань? Где грань? Какие естественные академии? Где грань? На примере. Смотрите, значит, Бог дал людям душевую женщину, да? А сейчас что? Сейчас одно существо переделывает другое. Это противоестественно. Давайте вот на этих примерах показывать, что это чудовищно, что это противоестественно. Те, кто это делает, считают, что это естественно. Нет, но... Когда-то были неестественные номера моды. Очень важные критерии задели вопрос. Вот нам надо выработать, это мы, философы, по крайней мере, должны выработать критерии естественности. Понимаете? Это от нас требует, а кто еще... А если что-лимного мы на себя тогда возьмем, решая за всех остальных, кучка философов, которые решили за все остальные, то очень... Нет, не только Мадоша, она вырабатывала что-то. Смысл вырабатывала идеалы. Она вырабатывала смысл, опираясь на объективно существующую ситуацию. Здесь, наоборот, предлагается искусственно. Выработать критерии и сделать их нормой. Это опасно. Это уже философы берут на себя ответственность, которая... Мы имеем в виду только философы. Ну, конечно. Ну, я имею в виду вообще, так сказать, интеллектуальное меньшинство. Не окажется ли оно в отрыве от... Извинить, остальной части... Я бы всегда была в отрыве. Да, но тут на него еще и на нас то есть еще и ответ. И ученые всегда в отрыве. Хорошо ли? Нужно ли? Можем ли мы себе позволить взять на себя такое дело? Знаете, я думаю вот... Нормоотносительно. Некоторые решают, что надо удавиться у милиции и так далее. Я стою на той точке зрения, что только научное познание, научные методы позволят нам решать все или иные проблемы. Другого пути, как я сейчас понимаю, нет. Вот мы сейчас и поставим вопрос. Донатите человека в замкнутый контур этой цифири, передать ему возможность выйти. Есть люди, которые говорят, что да, вот есть эти методы, по которым работал Янташ, его сестра и так далее. Вы понимаете? Это люди, которые прожили творческую жизнь. И дай Бог нам хотя бы приобщиться чуть-чуть к ним. Ну да, а остальные... У нас вчера на секции был один доклад, очень интересный, основной логики, сходной с вашими идеями. И докладчик говорил о том, что вот в нынешней ситуации, при ее дальнейшем развитии, человеку места нет. Он лишний. Потому что он не умеет обращаться с бигдахом, с большими данными. А значит, как кинзазад, крепач не нужен, человек не нужен. И он говорил как раз вот об этом тоже. То есть, видите, эта идея летает в воздухе. Единственное место человека вот в этой новой системе – это поиски смысла. Только смысл. Не цифра, не данный анализ, а именно только смысл. Только это даст возможность человеку остаться в этой системе. Ну да, а общество употребления не очень. А общество употребления, да, и вот тут мы... Смысл человека не утруждают. И вот все последние статьи под названием «Кто там после человека?» «Идеально смысловую линию». Вот если вас устраивает, понимаете, вот хорошее слово, то мы можем каким-то образом найти уже между собой общий язык. И люди удовлетворены тем, что есть хотя бы уже появляется какая-то небольшой коллективный, небольшой голос. Ну, смотрите, что произошло. Я был удивлённо, радостно удивлён, что институт, казалось бы, какой-то такой технический, где всё, где всё всегда прочтёт. У нас сбытия, добыча и т.д. Это просто открытие. Значит, не всё ещё видно на этом месте? Нет, конечно, не всё. Нет, не всё ещё погибло. Вот, как раз мы говорили на конференции, когда проводили круглый стол, тоже приблизительно по этой же тематике выступал один из молодых профессоров по, собственно, цифровой организации рынка и т.д. Вы знаете, восторг, когда она описывает перспективы цифровизации, был связан не со смыслами, а деньгами. Совершенно нет. То есть это такая оптимизация, эффективность производства. И распотыкается человек только тогда, нет, очень хороший специалист, очаровательный совершенно молодой человек, но когда задаёшь вопрос, а для кого? И первое, что приходит в голову тем, кто вдохновлён, вдохновлён, вдохновлён всеми остальными вещами, это он говорит, любому человеку будет доступно. Стоит только в спокойном режиме сказать реальному любому человеку, т.е. спустить на тем, вот оно это, не рыба, куда уходит, спустить на тем, он говорит, ну, он это будет зависеть. В общем, понятно. То есть проблема осознаётся, но вот как бы докричаться, да, тех, кто сейчас восхваляет все, что происходит, докричаться, ну, чуть-чуть на землю спуститься. Потому что реальность, ну, она в общем, а это жизнь. Ну, реально нет. Конечно. А кто-то, ну, вот, кстати, студенты очень, регистранты и аспиранты уже меньше грешат. А вот студенты. Да, они там. А, студенты. А, студенты. Я согласен. Я на всё согласен, вплоть до того, что смешно было. Ребята говорили, я согласен, чтобы меня всё поменяли, и я живу лучше. Ну, смешно с одной стороны. Ну, ты же откуда идёшь? Этихники спрашивают, а зачем? Этихники надо. Да. В смысле? Да. В смысле? Да. Да. И что ты будешь делать? Эту вещь? Да. Ты же с тоски и помрёшь. Нет. А сколько вы спинят произведений, которые посвящены, там, вечной жизнью, и вопросу, который стоит перед тем, кто вечно живёт? В смысле? Важно, зачем? Нет. Ну, уважаемые кадры, я рада, что это очень. Да. Так обсудили. Я надеюсь, что заотвозно для нас нет никакого сомнения после выхода. Соборника, я думаю, что вы здесь сможете знакомиться с ним. И у меня предложение для тех активных работников нашей конференции как-то предложить какие-то направления работы. Это можно не записывать на бумаге, потому что у нас видится запись, и мы отдадим нашу трубку. Просто какие-нибудь формулировки из того, что мы услышали в ходе работы конференции для будущих направлений. Что хотелось бы? Вот я хотела бы Настю спросить как представителя молодого поколения нашего и Александра, конечно. Добрый день, Александр. Пересаживайтесь. Мы уточнили. Мы приступили, собственно, от произведения того, как очертить круг вопросов уже на будущую конференцию. Поскольку идет запись, то мы в разгородном режиме пытаемся. И, пожалуйста. На мой взгляд, сейчас очень интересна проблема интеграции данных. Поскольку за счет именно этой информации, скажем, в том числе, 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 говоря об объемах информации, они стали очень эффективны. В том числе, как раз, как раз. А интеграции, наверное, интеграции напряжения... Интеграция, интеграция, междисциплинарное движение или как? Интеграция чем? Может быть в промышленности или там как производство и науки и... Ну, короче, надо еще подумать. И образование. Поскольку сегодняшнее, кстати, все говорили о том, что без образования ничего. Более того, разговаривая с нашими инженерами, мне, собственно, уже сказали, что некоторые наши структуры нефтяные, закрытая же информация, мы же сейчас как в Средневековье, да, все закрыто, все там. Но тем не менее, встал вопрос о том, что информацию надо открыть, потому что нужны кадры. А без этой новой информации кадры не образовать, не воспитать, не делать. Какие еще предложения, может быть, Александр? Я вчера уже выступал под интерфаком, говорил о том, что сейчас в рамках Национальной Академии Наук на Беларусье ведут процессы изучения такого вновленного как цифровая реальность. Что такое цифровая реальность? Это вопрос, на который мы сегодня пытаемся ответить. Я думаю, что как раз-таки перед тем, как действительно говорить о глобальном, именно о цифровой эпохе, о выборах будущего, да, говорить о цифровой телевизии и так далее, да, о каких-то социальных, философских аспектов, аспектов надо начинать вот именно с этого коренного вопроса, что есть такое цифровая реальность, начиная с онтологических каких-то исследований, да, чтобы потом, в дальнейшем, эти исследования стали основой для решения других проблем. Ну, так или иначе, потому что проблема, как мне кажется, заключается в чем? Мы на всех конференциях говорим о цифровой обществе, цифровой эпохе, о цифровой экономике и так далее, и так далее, но не совсем понимаем, что это и есть такое. Точка определения нет, цифровая цифровая, например. Ни одного такого емкого определения мы сегодня не найдем, что это на самом деле такое, да. Вот, поэтому я думаю, что главное, надо начинать с определения того, что такое цифровая реальность, цифровая реальность и в дальнейшем же на этой оправе заниматься специально-холософскими исследованиями, да, можно ли говорить, например, сегодня о существовании цифрового общества, потому что концепции общества информационного вам можно уже сегодня недостаточно, чтобы объяснять те процессы, которые в обществе происходят. Кроме того, заниматься философско-нофологическими проблемами, о чем мы говорили сегодня, да, что есть человек в 21-меке, цифровой человеком, каким он будет, и вообще он человеком, да. В дальнейшем развивать уже исследования в области этики, да, таким образом происходит цифровая реальность, цифровая эпоха, трансформация понятий, там добра и дела. И, кроме того, да, на междисциплинарном уровне говорить о экономических процессах, которые в рамках цифровой реальности происходят, говорить, конечно же, о политологических аспектах этой проблемы. И я думаю, что вот надо и нам подходить каким-то образом к этому, и на данном по советскому прокуратуру вводить какую-то общую теорию цифровой реальность, чтобы мы могли в дальнейшем от этого отталкиваться, чтобы решать вот конкретные проблемы, которые поставлены, в том числе, именно на руки. Вот и я таким образом вижу, и дальнейшее развитие работы в этой стране. Ну, я, по-моему, еще более... Ой, Мария Евгеньевна. Я сейчас общую теорию, мне кажется, ее выработать в целом все очень неудачно. Да, следующая конфиденция именно последующих конфиденций. У меня есть предложение. А какие-то тенденции... Сейчас не так, да. Но, собственно, вот обсуждая непрерывно и достаточно давно эти вопросы, у меня сложилось такое впечатление, что обрывки, какие-то кусочки представления о том, например, что такое цифровая экономика, вот мы услышали экономиста. На прибору заданный вопрос – это что? Использование компьютерных технологий экономист ответить не может. Потому что, ну, не с яркого сомнения, да, что используют эти технологии. Но цифровая экономика – это как бы другой порядок. Но ответить не может. Поэтому начинаю, да, какие-то определения, давайте все-таки вот с этих вот маленьких отсеков более-менее понятно. Так, а собирать это уже... Да, мне тут много комментариев только, да. Ну, вот вы говорите, что общую теорию, там, сделали, создать, как-то разработать, не реально, да, это действительно так, так же, как в отношении, там, виртуальной реальности. Это очень тяжело, сейчас очень много студентов, не пытаются все встать. На основе всего, что есть, виртуальная реальности, такое понятие очень популярное, да, в науке философии очень популярное, да, но общую теорию никак не получается создавать. То же самое, там, понятие информации тоже есть, такое очень определенное, много направлений разных существует, но общей теории не получается. Тем не менее, сегодня, если каким-то образом даже касаться в этом направлении, мы можем так и систематизировать все знания, которые так или иначе у нас есть виртуальной реальности, и о, допустим, той же самой информации, таким-то образом находить какие-то точки опоры, которые в дальнейшем мы будем исполнить при дальнейшем изучении вот этого феномена. Но, на самом деле, я думаю, что на данный момент не надо как-то подходить к выработке и именно к систематизации тех знаний, которые у нас есть, вот так вот. Ну да, по-моему, да, может быть еще как-то, на даче не будет как-то так. Я думаю, что у нас настолько разношотно получается, что вот под это понятие можно как раз объединить, собственно, все рассуждения, конечно, и юристы, и экономисты, и гости, и технические, и технические, то есть, по-моему, цифровой реальности, да. Ну, давайте я тогда все-таки это... Да, через 3-4 месяца люди, значит, подбросят такую-то обмену. У нас задача самим определять тему будущей конференции, и такое тоже возможно. Поэтому, да, ну, Лариса Витальевна, что вы... Да, Лариса Витальевна, вот. Я, основываясь на том, что я говорю, о чем самага, уже какое-то время, думаю, и пишу, и то, что говорили коллеги вот эти два дня, хотела бы сделать такую очень провокационную идею, может быть... Она витает здесь в воздухе-то, но я попробую ее плохо сформулировать. Мы слишком преувеличиваем роль цифровой реальности в будущем обществе. Мы переходим не к цифровому обществу, мы переходим к какому-то другому обществу, мы не знаем к какому, но мы должны над этим думать, где цифра, цифровая реальность и так далее, будет всего лишь одной стороной технологической составляющей. А контуры этого общества мы даже не пытаемся осмысливать. Каким? Вот мы все вопим. По-прежнему общество потребления, общество потребления и так далее, но это тупик, это гибель, да, потому что цифровая реальность в обществе потребления, как вы уже сказали, делает человека лишним здесь, да, поэтому давайте думать о том, к какому следующему этапу переходит общество, а не абсолютизировать и не идеализировать только вот эту одну сторону человеческой жизни. Нельзя ввести всю сложность человеческого бытия к цифровой реальности или даже к математическому универсуму, к черту лысому, простите, да, ничему нельзя, человеческое бытие значительно сложнее, и этот новый этап человеческого бытия мы пока еще даже не начинали системно, хоть сколько-нибудь системно осматривать. Вот у меня идея, да, вот это предложение, это подумать о цифре тоже, но не только. В смысле, если я альтернатива? Нет, 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 что кроме цифры, да, что кроме цифры должно быть на этом новом этапе, да, и что реально может быть на этом этапе, кроме цифры. Цифры как средство, но не как цифр, да, сейчас идет подмена, да. Абсолютно, согласно, мы можем поддержать эту цифру, но на самом деле вот эта абсолютизация роли цифровой реальности, там какой-то виртуальной реальности и влияние ее на будущее человечества преувеличена, почему мы все время возвращаемся к тому, а какова цель, а что такое человек, потому что... А где смысл, смысл, а зачем? И на мой взгляд, проблема тогда гораздо острее и, так скажем, жестче ставится. Цифра и реальность, которая сейчас восхваляет ее успехи, эффективность, активность, оптимизация, они кому нужны? Они нужны ребенку, который будет сидеть, поглощая кашу вот так вот в планшете. Пластиковую кашу. Пластиковую, да. Потому что другая, видите ли, вредна уже. Почему она вредна? Потому что одни технологи, другие технологи, другие технологические приемы производства, им нужно представить свою продукцию в том числе. Поэтому вот когда мы докапываемся до глубины, то, конечно, вопрос стоит в радикальном облике, что с человечеством происходит, да? Или каковы эти смыслы? Не только, но я предлагаю все-таки не забывать о том, что цифра сегодня используется, я в таком глобальном смысле говорю цифра, используется сегодня как метод для прикрытия для решения совершенно конкретных вопросов. И эти вопросы все, в том числе и человек, и психологические, и философские, и технические. Спрашивая аспирантов, вы имеете возможность проводить эксперименты? Ну, если вы делаете бюджет, да? Кто вы делаете, да? Вы извините, так, Саша меня извинит. Кандидат, затеет. Да, когда мы пришли на конференцию, да, я с ужасом увидела оборудование в ЦРО-4, и мне стало страшно, что оно просто не доработает. Наш сотрудник сказал, что я чуть-чуть буду держать. Вы представляете, что происходит? Высоко технологичный, казалось бы, вуз, но это уже другая. А я что-то другое говорю, чем вчера? Ну, ничего криминального, только на позитив какой-то. А еще я... Николай Александрович, может быть, у вас есть какие-то... Да, я неожиданно немножко, конечно, этот вопрос достаточно серьезный, к нему надо готовить. Но я вспоминаю то, что мы в прошлом году на конференции гуманитарной группе встречи не говорили. Как вы знаете, сейчас современное видение. Философия является главным. Это первое, создавать философию, и проявить квантов философию, которые интенсивно выделяют сейчас. У нас, ну, несколько раз, организовать, создавать философию, это все из цифр. Все в мире, состоит из цифр. А квантов философия все из квантов. Это вот такое направление. И, конечно, тогда мы были философы на гуманитарном заседании, и Антонин интересовался этим новым направлением. Но почему-то после нашего выступления, даже я посмотрел, то, что ввели к цифр по вопросам квантов и философии, как веки цифровой философии непосредственно. Это не нашим тематикам, а чисто технологии, мы можем сказать, что мы будем выделить эти основные направления, которые сейчас являются. Это первое замечание. С точки зрения, то, что Квадрис Витальевна понимает, то, конечно, есть мир, есть антимир. То есть, если мы говорим, есть цифровой мир, есть антицифровой мир. И то, что для нас, в нашем поколении, кажется, что вообще чудовищное, или совершенно нереальное, нереальное, то молодое поколение, оно уже живет и считает это когда-нибудь. Для них это уже настоящее. И в этом плане, конечно, шпы являются одним из основными направлениями и с той же ступенью, наше ступенье, наше ступенькое векарство этой революции. И, как я вчера вчера напоминал, про асессионное ступенье, дело в том, что у нас ожидает период, когда не то, что кратно, тысячекратно будет нам происходить инновационное развитие контра-мощности технологий людей. И тысячекратно. Это буквально статья, вот вчера или вчера, я обратил внимание, что Карловская попалась на глаза, это Карловского университета, обобщение в том числе. Процесс, это будет происходить развитие науки. Они говорят, что по оценке специалистов следует ожидать взрывного характера развития науки. Взрывного, экспоненциального развития. Готовым быть к этому экспоненциальному развитию этот вопрос. Что вы здесь еще выделили, конечно, я уже говорил, заправил, мы же стоим на реальной линии. из этих наиболее интересных разработок является цифровой броник. Мы где-то примерно в декабре месяце продемонстрировали цифровой броник пробопробов. Сейчас работаем достаточно плотно с оборудованием броником месторождения. с другой стороны, с точки зрения так как у нас основной архив это университет. Цифровой броник университет. То есть для чего это в принципе нужно. Создать виртуальный образ университет. цифровой броник на котором можно проигрывать различные не один, не два, а тысячи вариантов развития университета. Представляете? Да. В этом плане у нас смотрите у нас есть какие-то университеты. Есть. Если вы сейчас просите нагрузку этого университета вы удивитесь. Какие-то секунды за. Вот. Давайте те мощности которые есть в университете и направим на то чтобы увеличить стоимость активов современной экономики нашей университета и как это сделать найти эффективный эффективный развитие. Почему нет? Попошли. И здесь он как раз объединяет все направления. Ну он бы дальше говорить. Можно сделать цифровой двойник трубопровода. Нельзя сделать цифрового двойника людей. Тем более их совокупности не получится. Вот что хотите со мной делайте цифрового двойника Душина Андрея Владимировича Самойла Викторовна Мартынова Виктора Георгиевича Вы не сделаете ни при каких обстоятельствах. Речь идет о модели и я думаю что социология людей Университет это не расписание. Университет это люди. Значит что такое модель? Это уменьшенная или упрощенная кофе. Вот этот университет он находится в реальной экономике. И соответственно стоимость и в том числе и ценность университета в глазах будущих студентов заключается в том, на какой то есть находится университет и перспективы его развития. И по сути дела вся задача нашего коллектива университетского должна быть нацелена на то, чтобы наращивать эту стоимость университет каждый день каждый час в трудах на связи когда должна университет 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 в данном случае вообще не работает Молчоком должен который я очень заинтересовавшись собственно Оксфорд уже занимаются тем чтобы оптимизировать работу образовательных учреждений на самом деле они открытым текстом говорят это можно но это будет сокращен и это 100% гарантированно то есть тот сейчас университет профессоров под наплату а при том что сейчас происходит еще большее сокращение и оптимизация происходит и эффективность этих вузов и колледжей происходит только за счет сокращения так скажем господи как это затрат на преподавателя которого приглашают из Австралии из Америки из Арвии и еще откуда-то не лично и даже не по скайпу удешевление происходит тогда когда хлоп отрезали выдали все а мы говорим собственно о том что вот эта катастрофа как только от нас отрезали вернее их отрезали от нас те кто обучает вот эта катастрофа оптимизировать с экономической точки зрения вообще не проблема кроме того цифровой двойник так скажем трубопробок я за почему пусть разрабатываются вот эти риски по различным авариям я за но аварий все равно происходит хуже когда разрабатывая риски по университету мы получим вот эти катастрофические социальные аварии на будущее то что они будут очень поэтому в этом смысле я поддерживала Алексея Витальевна что здесь очень много проблем оптимизация оптимизации но хорошо бы что вы нас услышали это уже да ну что я могу сказать мы в 2014 году с нашим академиками Анатолием Ковальевичем мы продлиговали статью с мини парадигмой экономики она касается того что раньше как мы говорили начиная промышленность надо резко связать с стоимостью затрат и соответственно увеличить напрямую экономику сейчас очень просто сейчас современная экономика заключается в том что необходимо наращивать стоимость основных активов при режиме реального и вот что-то интересно нас услышали сейчас как минимум три генеральных директора крупнейших при газовой компании начиная с чего они спрашивают каждого сидящего на онлайн что сиюминутный подход который потом колоссальными социальными психологическими антропологическими проблемами я предлагаю регулировать фасу с Варисой Виталий да 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 вот вот есть да какие еще предложения коррекции извините можно еще глаза уже правильно обратили И внимание на следующий факт, что вот эта вот циферизация, вот эта компьютеризация, это является средством. Согласитесь, как интересно. Для достижения определенных целей. И очень хорошо вы поставили вопрос. Давайте вот объединимся с этими целями. Так вот вспомнил одно высказание Николая Александровича Ларянского, которое сказал, что, а что вы тут, посмотрите на небо и так далее, вы не найдете записи, еврейских записей. Что тут у меня есть в виду? Вот если начаться, как говорится, с оплова, то есть две установки насчет этих сейчас смыслей. Одна установка западная, это антропоцентризм. И другая установка отечественная, антропокосмизм. Давайте попытаемся вот сейчас немножко поразмыслить вот вот этой установкой. Вот антропокосмизм, это то, что привело к нашим успехам. К тому, что она первый человек, который не шел в космосе. И даже она, да? Что, в общем-то, чтобы земля, земное, сохранились в людях и так далее, волей-неволей, чтобы не заниматься уничтожением людей, как полагается, как они там золотой ляда, сейчас даже там полный ляда, нужно разрабатывать эту проблему выхода, освоения, выхода на просторы Вселенной. Исходя из этой отечественной установки. И тогда, понимаете, у нас появится какая-то цель, как была в Советском Союзе. Потому что дети, школьники, мечтали стать космонавтами, как когда-то раньше, когда осваивали географические, и дневные, и так далее, и так далее. Дети мечтали стать войками и так далее. Вот это вопрос. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...